МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите проект в гости. Сегодня с нами режиссёр, сценограф из Петербурга Алексей Степанюк. Здравствуйте, Алексей Олегович. Алексей Степанюк. Режиссёр-постановщик Мариинского театра, профессор кафедры оперной режиссуры Санкт-Петербургской государственной консерватории, выпускником которой он сам и является. В 1993 году дебютом режиссёра на сцене Мариинского театра стала постановка оперы Садко Римского-Корсакова. Спектакль был представлен на лучших мировых оперных сценах и получил широкое признание. В дальнейшем Алексей Степанюк осуществил постановки таких разноплановых опер, как «Князь Игорь», «Свадебка», «Очарованный странник», «Пиковая дама» и многих других. На Приморской сцене Мариинского театра Алексей Степанюк готовит масштабную премьеру оперу Джузеппе Верди «Аида». Очень восприятно видеть снова во Владивостоке. Вы уже ставили один из первых спектаклей в Приморском театре оперы и балета. Это был Евгений Онегин. Ну, честно говоря, мне бы не очень хотелось вспоминать то время. Это было немножко похоже на аферу тогда, когда я приехал, и театр, по сути, был недостроен. То, каким организмом сейчас является театр? Ну, сейчас не узнать, конечно, не узнать. И по дизайну, и по внутреннему убранству. Красивый, новый, современный театр. Хай-тек такой. Я, вообще-то, любитель традиционных сооружений. Но это красиво. Это в духе общей архитектуры, в духе ландшафта. Я думаю, со временем вокруг театра еще это будет улучшаться. И здесь будет такой комплекс. Что-то напоминающее комплекс нашей «Маринки-2», напротив которой, кстати, я живу, который, как построили, это же Коломна, в общем, считалось раньше, место такое отдаленное. Как Ольга Рябисович сказала, театр находится исторически в неудачном месте. Поэтому, если театр нельзя перенести, то, значит, мы место перенесем сюда. Да, и действительно, вот построили сначала, ну, как бы, такой концертный зал там по улице Декабристов, бывшая офицерская, на том месте, где был театр Комиссаржевский знаменитый, куда Блок любил каждый вечер ходить. И построили рядом через Крюков канал вот «Маринка-2». Что-то есть общее у этих обоих театров, у «Маринки-2» и вот у этого театра. Что касается театра, очень хорошо оснащенная сцена с актерами. Те, которые есть, ничего не могу сказать плохого, очень стараются молодые. И, конечно, сюда не каждый сразу поедет, понимаете, на край света. Но если ты живешь в Москве или в Петербурге, здесь много моих учеников и очень хороших. И Алеша Костюк – это мой студент. И Настя Кикоть, моя студентка с гонзой-баритоном, здесь полно моих студентов. Они поехали и, по-моему, не жалеют. Репертуар здесь пока скромный. Несколько названий таких есть, но будем надеяться, что «Аида» войдет, так сказать, в число таких популярных названий. То есть это одна из самых популярных оперов, но что на нее будут ходить, и что молодежь, для молодежи, конечно, по большому счету, может даже рановато такую оперу петь в Эрди, но поскольку у них, у певцов, очень неизвестная, знаменитая певица Лариса Дядькова, и мы с ней знакомы очень много лет, и она их очень оберегает, очень в правильном направлении и русле воспитывает. То же самое я могу сказать о балете, потому что в «Аиде» очень много балета, и мой хореограф и помощник Илья Устьянцев, который ставит танцы в «Аиде», даже я сначала посмотрел, пришел на репетицию, я говорю, Илья, по-моему, вы перенасытили сложностями, потому что там еще на лестнице, в декорациях, они справляются, молодцы, и чувствуется хороший тонус, балетный труп, репетиторы сильные, что немного жалко здесь, я не знаю, с чем это связано, потому что это все-таки не Петербург, где не надо никакой рекламы, Георгиев считает, что это лишнее, ну и, в общем-то, театр хоть что там показывает, театр полон, понимаете, здесь этого не бывает, и это очень обидно, хороший спектакль, хорошие там певцы или танцовщики, и зал неполный, мягко говоря. Я бы сказал, вот этот вот момент пока, он, ну, как сейчас выражаясь современным языком, недостаточно раскручен, наверное, хотя понятно, что город этот трудный. Здесь вот только-только появился, конечно, такого рода театр музыкальный. Мы привыкли к тому, понимаете, это же не Питер и даже не Новосибирск, не Екатеринбург, Казань, театры, которые еще до войны начали функционировать и работать, и театральные такие города. Этот город, насколько я понимаю, не театральный всегда был. Нет, драматических театров здесь всегда было несколько. Да, драматических театров, но уж ни опера и ни балет. Да, музыкального театра нет, конечно. Поэтому, конечно, нужно постепенно в самом лучшем смысле заманивать, завлекать молодых, тех, кто дальше будет. Я надеюсь, Земля еще просуществует некоторое время, наша планета, хотя при нашей жизни во всем можно сомневаться, что происходит. Но нужно вот какие-то делать рывки, чтобы как можно быстрее, не за счет качества, конечно, расширять репертуар. Хочу вернуться к вашей работе с актерами. В интернете сохранилось видео, когда несколько лет назад вы ставили на сцене «Мариинского 2» Евгения Онегина. Есть фрагмент репетиции, и вы так довольно жестко отчитываете солистов за то, что они, значит, не читают примечания Юрия Михайловича Лотмана к Евгению Онегину, соответственно. Да, было такое, потому что мне очень нравится работать. Вот наша Академия молодых певцов, которую Лариса Гергиева, Лариса Бесаловна, сестра Валерия Бесаловича, возглавляет уже много лет, из старого театра того, темиркановского Онегина, многие захотели в наш Евгений Онегин, потому что тот был в свое время эталонным спектаклем, я еще в консерваторию только поступил, по-моему, Пикову и Онегина, темирканов поставил. Но уже, сами понимаете, уже как бы он осел, так все, да, а здесь совершенно такой, ну, то есть это как бы и традиционный спектакль, все равно все чувствуют какой-то вот дух нового. И молодые на сцене, когда это совершенно другое, понимаете, вот как тоже здесь, это сразу другая энергия, что называется. Вот. Меня Лариса Бесаловна тогда попросила, поскольку я, наверное, может быть, один из, там, немногих в театре, коренной ленинградец, петербуржец, и все это мне знакомо. Я по этим улицам ходил в детстве и гулял, и все это знаю. И в «Снежки» ходил играть на «Мойку-12», где Пушкин жил и умер. И, понимаете, одно дело, когда ты об этом мечтаешь, а другое дело, когда я говорю, я им рассказываю, по каким камням вы ходите, как бы, про блока того же, который вот здесь жил, про Комиссаржевскую, про великих актеров. Вот такие вот вещи. И поэтому я сказал, ну, хотя бы, начиная Евгения Онегина, вы почитайте сначала, как говорил наш преподаватель, когда еще учил, я учился, Гликман, что нельзя себя называть культурным человеком, если ты наизусть не знаешь Евгения Онегина и Илиады Гомера. И он заставлял учить. И мы на экзамене, мы вместе с балетмейстерами были, и, допустим, вот эти предметы были с балетными. Народные артистки Советского Союза, Колпакова, Кругапкина, вставали и читали, ей отвечал знаменитый шиломом сверкающий гектор, понимаете? Пусть вот насилием, но сначала насилие, а потом удовольствие, понимаете? И потом какая-то культура. Да, и они все читали. А когда я ставил уже «Идиота», это уже не заснято, Вайнберга, опера, кстати, наша первая постановка была, а не Большого театра, и тоже со студентами. Это было потрясающе, и сейчас, наверное, так не попасть, понимаете? Опера – идиот. И я тогда их отчитывал, да. Засняли. По-моему, это было связано с поклонами. Да, да, совершенно верно. Да. Приходишь и кланяешься этому Зарецкому, которого затерпеть не можешь вообще. Во-первых, ты опоздал, думал, что они уедут. Ты начинаешь говорить. Вот поклон. Такой поклон оскорбительный. Потом, я знаю, есть тысяча видов поклонов. Вот, затылок тебе отдаю. Самое драгоценное. Это почтительный поклон. Человеку, которому я доверяю. Поэтому, вы правы совершенно, когда они, мы уже ставили идиота, они сами уже приносили мне книги, они образовываются вот на таких произведениях, на опере. Они не просто, понимаете, или Аида, вот там вот я ставлю. Ты пошел сюда, ты здесь пострадала, ты, да, здесь ты вот это все. Нет, это не режиссура, это не специальность. Это, во-первых, надо понять, что это такое. Я очень много, во-первых, да, я говорю, смотрите, да, во-первых, это очень интересно, что такое Древний Египет. Это вообще бы великая тайна. Есть разные, большие ученые занимаются этой проблемой. Откуда произошла вот эта такая мощная цивилизация? Мы стараемся в этом спектакле этого добиться костюмами, выбелинами лицами, которые были, там же солнце было, пустыня, значит, вот это знать, более-менее, это было модно. Понимаете? И весь наш макияж женский, он, в принципе, из Египта пошел. Любовь, да, опера про любовь тоже можно очень просто сделать. Там, знаете, две красивые девицы, одна там в плену, царица, другая не в плену. Ну, вот влюбились в одного парня, в парня такого полуграмотного, который завоевал, там, одержал победу. Ну, не только об этом же, понимаете? А мрачной силе, о которой мы не знаем, которая движет нашим миром, и которая заканчивается, это глупая и жестокая борьба за власть, кто больше владеет оружием, запугивание одной стороны другой, что у нас есть такое ядерное оружие, что тут, естественно, другая сторона начинает. Вот это вот все, и когда начинается война, уже никто не думает, уже стираются все грани, стираются нравственные какие-то зачатки. Они и сейчас у нас уже на нуле, а когда идет вот такая вот война, какая разница? Вторая мировая, Первая мировая или война Египта в те времена Александра Македонского, Наполеона, понимаете? И главное, это такая гордыня, что наш, я первый, я главный, и моя страна, я ее сделаю, она главная, все остальные рабы. Кто-то создал человека, да, я боюсь назвать это по образу и подобию своему, не хочу в это верить. Зло порождает зло это все. И об этом это опера прежде всего, и там есть такая у меня фишка, о которой я не буду говорить. Во-первых, она связана с тем, что для того, чтобы показать мощный приход, парад, возвращение с победой египтян с войны, тут надо весь город собрать, одеть их, чтобы, это надо фильм снимать, кино, понимаете, с тысячной массовкой. Я пошел по другому пути, и, ну, вы увидите, просто, может быть, это прием лобовой такой, примитивный, но он очень сразу приближает, соединяет. Да и вот те времена, очень-очень далекие, с нашим днем, спектакль, он, в принципе, как говорят, что у вас нового, там, в сравнении с другим, да что нового, у нас нового, не надо ничего искать, я считаю. Нужно не новое искать, а старое, и внимательно читать Евангелие и библейские заповеди. Не убей ближнего своего, возлюби, как самого себя возлюбил. Вот что новое, понимаете. Есть момент обезличивания. Все хорошо танцуют, все поднимают ноги, все крутятся, все вертятся, а как Эдит Пиаф говорила, ну, дайте мне индивидуальность. Она была некрасивая, она была вот такая, вот эта, и от нее, от ее голоса, да, и даже от ее внешности люди сходили с ума. Мне, так сказать, посчастливилось, так скажем, поставить за последние годы три оперы «Щедрина». «Очарованный странник», «Левша» и «Рождественская сказка». Но я считаю, что «Очарованный странник» – это лучшее, что это он сделал. Мы познакомились, подружились не столько с ним, сколько с Майей Михайловной. И это ум. Конечно, она прошла, она родилась в тюрьме, понимаете, на нарах. Она прошла, так сказать, испытания. Это сильный человек. И как-то мы сидели в кафе у театра на Театральной площади, и она за бокалами напила. Она говорит, вы знаете, я вам хочу сказать, что вот со всей открытости, что я всю жизнь не умела танцевать классику. Я говорю, да что вы, Майя Михайловна, говорите, что у вас, вы не умели классику. Говорит, меня Агриппина, имею в виду, Ваганова, звала на полтора, говорит, Майя, приезжай на полтора года в Ленинград, и мы завоюем мир. Но я боялась, что меня Лавровский, главный балетмистер, выгонит и не поехала. А я говорю, правильно сделали, потому что она бы стала ставить спину, как у нас принято все, выворачивать вас. И вот тогда бы, она говорит, вы правы совершенно. Вот, в принципе, это легенда, да, великий человек. Вот попробуйте сейчас из молодых, так сказать, вы знаете, что там, ну, там, я не знаю, Света Захарова в Москве, или там наша Ульяна Лопаткина Божественная, которая сейчас вообще как будто бы ее не было, исчезла из театра. Сказали бы, а вы знаете, что я не умею танцевать классику, или что-нибудь такое, попробуй. Нет. Майя сказала это серьезно, аргументированно, и что из этого, как она пошла другим путем. Потому что у нее был драматизм, у нее была харизма, как сейчас говорят. Энергия, энергия, бешеная, понимаете. И я нашим говорю, вот этим артистам молодым, понимаете, для меня, в конце концов, не так важно, вот сделаете вы эту мизансцену или не сделаете, но для меня сверхважно, насколько вы насыщите фразу смыслом, слезой или смехом, ну, смеха там мало, страстью, невозможностью изменить этот мир, понимаете, и потом полететь в конце куда-то, прости, земля, когда они поют, я хочу сделать так, и вечное ожидание, хочу белое лицо сделать, это сетку такую, амнерис, как символ вечного страдания, потому что почему-то считается, что хорошая Аида и Аэродомес, а амнерис плохая, самая страдающая персона в этой опере как раз она. Безусловно. Потому что она имеет всё и не имеет самого главного – любви. Я бы вот так вот сказал, я и так много, наверное, уже говорил и о театре, и о нашем театре, и о театре Приморском, и о трупе Приморской молодой. Вот. Ну, не знаю, что получится, никогда же ведь не говорить о том, что это будет замечательно, я не могу, пока ты не увидишь это со своими уже глазами. Единственное, что могу сказать, что все стараются. Хоровой, вот я не сказал про хоровой коллектив, замечательный. Так что есть много позитивных моментов, позитивного такого направления и людей, которые дают надежду на то, что театр будет, ну, расцветать и делать всё. Всё, расти, расти и делаться известным. Спасибо вам за этот разговор, очень интересно вас слушать. И мне, уверенно, будет интересно зрителям. Благодарю вас. Спасибо. Успешной премьеры. Спасибо. Успешной премьеры.